Вы любили оставаться в детстве дома одни? Было ли вам страшно или наоборот, у вас был свой особый мир, который исчезал, как только открывалась входная дверь, и приходили родители с работы? Вспомните себя ребенком, а теперь представьте своего сына или дочку одного в квартире. Как он себя чувствует, чем занимается, что может быть для него опасным? Ведь сегодня квартиры совсем другие, и сам жизненный уклад другой. Что мы должны знать, прежде чем оставлять своего ребенка одного дома? Сегодня мы найдем ответы на эти вопросы. Знакомьтесь, Лапушкина Мария Александровна, детский семейный психолог, преподаватель психологии. Опыт работы более 18 лет. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. С какого возраста можно оставлять ребенка одного дома? Стоит ли это делать? Вопросов очень много, поэтому давайте сразу начнем на них отвечать. Мне бы хотелось узнать, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома? Это очень сложный вопрос, скажу вам сразу, ответственный и сложный. Его сложность состоит в том, что это не очень хорошо, в принципе, оставлять детей дома одних, особенно маленьких. В общем, если маленький ребенок подолгу и часто остается один дома, у него сильно портится характер. Появляется робость, страхи, стеснения, затруднения в каких-то собственных инициативах. У кого-то, наоборот, кто-то начинает быть совсем раскованным и разнозданным. Ну, в общем, это такое дело не очень хорошее, я считаю, как психолог, я считаю, что не очень хорошее. Кроме этого компонента, в этом вопросе еще другой есть, что часто родители, которые воспитывают детей одни, ну, там, допустим, если мама воспитывает ребеночка одна, она не может все время рядом с ним находиться. Или если по финансовым соображениям она не может нанять няню, тогда у нее возникает жизненная необходимость оставлять ребенка одного. И это вопрос, получается, такой вынужденный, но он сложный. Вот. И как рекомендацию я бы не рекомендовала оставлять детей одних дома точно совершенно лет до четырех. И еще это зависит от индивидуальных особенностей. Лучше до пяти. Просто, ну, по всем соображениям не рекомендовала бы. Одно из соображений состоит в том, что маленькие дети не умеют сами отвечать за себя. И даже если вы договариваетесь с ними о том, что они чего-то не будут делать, это не означает, что они это не будут делать. Что-то может привлечь их интерес, они могут чем-то заняться, они трудно оценивают последствия своих действий. И возникающие всякие, могут возникать всякие экстремальные ситуации, с которыми ребенок не может справиться, потому что он ребенок, а взрослого рядом нет. И вот это плохая история. Вот. А с другой стороны, маленьких детей плохо оставлять дома одних, потому что представление о себе, образ себя у маленького ребенка, маленький, до четырех, я бы сказала, иногда до четырех с половиной лет, образ себя состоит из, не только из ощущений себя, но также из всего окружающего мира. Это стены, игрушки, предметы, запахи и взрослые люди, присутствующие вокруг. То есть маленький ребеночек, у него я, еще вот не отдельное я, а включенное в всю социальную среду, во весь контекст, который есть. И если мамочка из него выпадает, это колоссальный стресс, потому что двух-трехлетний ребенок точно не может это сообразить, как это так. Вот я есть, а мамы нет. Для него я это вместе с мамой. Поэтому, ну, в общем, в раннем возрасте точно я не рекомендую этого делать. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мне бы хотелось знать, с какого возраста ребенка можно оставлять дома. Потому что сейчас, например, ребенку четыре года почти, и оно заявляет совершенно серьезно, что вы можете, родители, идти по своим делам, и она будет одна дома. Скажите, пожалуйста, с какого возраста? Спасибо. Вот отвечая на этот вопрос, что маленькая девочка хочет оставаться дома одна, я бы рекомендовала родителям отнестись к этому как к небольшой игре. Ребенок такого возраста не осознает своей ответственности за последствия, которые могут возникнуть. В качестве примера, вот я даже специально запаслась списком литературы, родители могут почитать книжечки. Это очень известные книжечки. Допустим, есть книжечка Драгунского «Денискины рассказы». Есть прекрасная книжечка Юрия Сотника «Как меня спасали». Есть известная книжечка Пантелеева «Рассказы о Белочке и Тамарочке». Они общеизвестные с советских времен. Там очень хорошо показано, что происходит с детьми, когда они остаются одни. К ним приходят всякие разные идеи. И пока родители рядом, им кажется, что ну ладно, нормально, прекрасно, идите куда хотите. А когда родителей нет рядом, они занимаются своими делами в меру своего развития и своих представлений о жизни. И что с ними может произойти, в общем, все что угодно. Поэтому, ну, можно поддержать интерес девочки, но надолго оставлять. Это большой риск. Я бы предложила родителям осознавать его. Большой риск для здоровья и жизни ребенка. В старину ребенка рано оставляли дома одного. И чтобы ему не было страшно или скучно, для него делали куклу. Мы с вами сейчас научимся тоже делать такую куклу-оберег. Раньше детей оставляли рано одних дома. И чтобы ребенку было не скучно, чтобы рядом с ним был друг, делали вот такого маленького зайчика. Зайчика на пальчик. Зайчик обережный. Его может сделать ребенок сам или ему. И этого зайчика может сделать мама. Маленький ребенок надевал себе зайчика на пальчик, мог его так зажать в кулачке, а ушки оставались у этого зайчика наружу. И таким образом ребенок мог в эти ушки что-то сказать, поделиться своими радостями, бедами. А уже взрослый ребенок, когда остается дома, он может сделать таких зайчиков. Один, во-первых, это развивает хорошо моторику, а следовательно, у ребенка развивается интеллект. И этих зайчиков он может сделать в подарок. А если у вас есть в семье маленький ребенок, то старший ребенок может сделать ему таких зайчиков и разыгрывать с этим зайчиком спектакли. У какой зверушки, ушки на макушке, хвостик беленький снежок, это зайчик, наш дружок. Итак, мы за пять минут сейчас сделаем зайчика. Складываем любую цветную полоску ткани пополам. И внимание, теперь важно сложить ушки. Смотрите, вверх полоски. Середина на сгибе. Вот ее нужно сложить вовнутрь, чтобы получились вверху два острых угла. Присборим ткань там, где получились углы. И завяжем ниткой. Расправим концы верхнего угла и получились ушки. Теперь возьмем кусочек ватки, скомкаем его и вставим подушками, чтобы получилась голова. Завязываем, обозначая и закрепляя голову зайца. Опять же, толстыми нитками. Завязали узел, отрезали нитку и заяц почти готов. У детей такой зверек получается очень быстро. И это вдохновляет, вселяет уверенность в собственные силы. И еще раз повторяю. У современных детей моторика развита слабо. Чем больше узлов они навяжут в своей жизни, тем лучше. Ну вот, зайцы готовы. Осталось сделать их ручными, чтобы можно было посадить на палец. Распрямляем полоску под головой зайца и скручиваем от конца к середине 3-4 раза. А теперь складываем полоску пополам, прикладывая край полоски к голове зайчика. Ведем нитку крестом от пояса через плечо 2 раза, потом вокруг головы, потом вниз, опять через плечо к поясу. Получается крест. Закрепляем вокруг пояса. Это обережный крест. И он делался во всех обережных куклах. Заяц готов. Можно его украсить бантиками из ленточек, на ушках или на поясе. Все. Надеваем на пальчик и зайчик оживает. Привет. Привет. Меня зовут зайчиха Наташа. Меня Миша. Тебе сколько лет? Десять. А когда ты остаешься один дома, ты что делаешь? Играю. Скажите, пожалуйста, с какого возраста ребёнок психологически не работает? Готов оставаться дома один? И на какое время? Спасибо. Вот это очень хороший вопрос. И на него нет однозначной рекомендации. Мой ответ следующий. С того момента, как он созреет. Это очень индивидуально у всех детей. Вот есть такая внутренняя готовность у ребёнка, когда он может оставаться один, готов остаться один и согласен с этим. Согласен оставаться один. В каком возрасте это случится у вашего ребёнка? Я не знаю, потому что дети индивидуальны. У некоторых детей лет в 5-6 уже есть достаточно самостоятельности и внутренних ресурсов для того, чтобы одним оставаться. У некоторых к 8 еще нету и к 14 еще нету. Это вопрос внутреннего состояния ребёнка. Его комфорта, уверенности в себе, его развития, его навыков общения со средой. Поэтому тут я бы предложила родителям быть очень внимательными к своим детям и к тому, что они говорят. Если ребёнок отказывается, по любым соображениям, как бы это ни выглядело глупо, избалованно, некрасиво, невежливо, иногда выглядит как дурное воспитание или как истерика, это означает, что он не готов оставаться один, нравится это родителям или нет. И они в этой ситуации могут оставить его одного, даже не готовы, но они должны осознавать, что это для ребёнка большой стресс. Ты давно дома один уже стала оставаться? Ну, с 4 класса. С 3-го, 4-го класса. По-моему, я вот ещё когда был в 3-м классе, я ещё боялась один оставаться дома, когда мама говорила, мама, не уходи, останься со мной. Ну и где-то в 4-м уже один пару раз оставался и нормально было. Ну, я просто понял, что со мной ничего не случится. Я просто, когда маленький был, вот в классе 4-м, я закрывал двери как бы на замок. Ну, я ничего не боялась. А если я часто звонил маме, спрашивал, мам, ты скоро придёшь, там, папе. Поэтому не боялся. А сейчас вообще уже не боюсь. Нет, мне вообще не страшно. Просто сидеть дома, потом всё равно мама приедет. Играть в спички дома, не зажигать газ. Потом ещё не залезать на балкон, когда родителей нет вместе. А вот какой вопрос пришёл по электронной почте. Моему ребёнку 7,5 лет. Мне нужно бывает оставить его одного дома на 2 часа, всего лишь раз в неделю. Но он ни в какую не хочет меня отпускать. Я в его возрасте уже была самостоятельной. Одна была днями. Как приучить ребёнка не бояться оставаться дома одному? Моё предположение, чисто исходя из вопроса, состоит в том, что мама торопилась уже оставлять его одного. Ну, ей очень хочется, чтобы он был самостоятельным. И она несколько торопится оставить его одного и заняться своими делами. Тогда ребёночек постоянно тревожится о том, что мама уйдёт и не хочет её отпускать. Если он привык к этому, то он давно тревожится, ему это привычно. И тогда мама своей настойчивостью, приучая его, требуя от него, чтобы оставался один дома, только усугубляет ситуацию. Возможно, в этом случае я бы порекомендовала маме, наоборот, усилить время, которое она проводит с ребёнком. Ну, причём так очень ярко, заметно усилить, проводить с ним полчаса времени каждый день в определённую, ну, как некоторый ритуал, каждый день в одно и то же время, полчаса или 40 минут с одним и тем же занятием, которое было бы очень такое эмоционально насыщенное и приятное. Вместе посмотреть телевизор, вместе покушать что-то вкусное, вместе обсудить какую-то интересную тему, вместе поиграть в какую-то очень интересную игру, подержать ребёнка полчаса на коленях тоже очень хорошо подойдёт. В течение, допустим, месяца или полутора месяцев. Очень часто такое простое действие успокаивает ребёнка в том, что он будет с мамой. Ну, он просто убеждается, что какое-то время в течение дня он будет с мамой, и он становится самостоятельным, он успокаивается, ему не надо тревожиться, что мама всё время куда-то уйдёт. И ещё был вопрос о том, как подготовить ребёнка, оставаться одного дома. Тоже серьёзный вопрос, ответственный очень. Во-первых, ему нужно об этом сказать заранее. Не прямо перед уходом, когда вы уходите, а желательно накануне, что я уйду. Потом нужно сказать, куда и на сколько. После этого то, что хорошим будет, поинтересоваться у ребёнка, чем он планирует в это время заниматься. Будет ли это игра в планшет, или он покушает, или он будет заниматься своими делами, или иногда они не знают, чем они будут заниматься. В таком случае хорошо подобрать какой-то репертуар занятий, чем будут заниматься. Третье, или пятое уже, что очень хорошее, и сейчас возможно, благодаря тому, что технологии очень развелись, это договориться о том, что ребёнок будет на связи. Чтобы у него был телефон, чтобы вы могли позвонить, чтобы он мог позвонить, и тщательно его проинструктировать, что если что-то происходит плохое, или что-то, что тебя беспокоит, или что-то происходит новое, необычное, такого не было, или какая-то прекрасная идея придёт тебе в голову, и ты там соберёшься срочно пойти погулять, если речь идёт, допустим, о семилетнем ребёнке, то, пожалуйста, позвони мне по телефону. И то, что требуется от взрослого, быть на связи реально, и снимать трубку, когда ему звонят. Я осознаю, что такая рекомендация приводит к тому, что первое время дети звонят всё время. Мама вышла за дверь, ребёнок уже звонит. Это неудобно для взрослых, но это тест такой. Дети делают проверку, действительно ли мама на связи, действительно ли она ответит. Это важно для ребёнка. Это такое бывает, только первое время потом проходит. И последнее, что требуется от родителей, это быть последовательными и выполнять то, что они сказали. Если сказал, на два часа уйдёт, через два часа должна прийти, а не через пять. Мама уходит на работу, папа нету три дня на работе, потом она дыхает. Они мне дают листочек дел. Листочек. Это сделать обед, сделать уроки, когда в компьютер приправить, сколько минут. Играю, ну, всякие игры, телевизор смотрю больше всех, потому что нечего делать, никого нет дома. Скучно. Бывал я, меня мама оставляла дома, когда она ходила в магазин, там или гулять, на один-два часа. Мне не скучно, мама мне всё говорит. Она мне всё там достает. Там предупреждают, чтобы я никому другому дверь не открывала. Я не боюсь оставаться дома одна, потому что я знаю все правила. Поведение ребёнка дома, который находится один. И последний вопрос. Вот сегодня сами условия жизни поменялись. Быть, уклад. Вот в связи с этим есть какие-то ещё рекомендации родителям, как готовить ребёнка, я не знаю, излишне не запугав его тем, что будут стучать, не открывай в дверь. А вот это хороший вопрос вы задаёте. И он тоже сложный. Тут нужна серединка. Потому что если вы не объясняете ребёнку, как вести себя в каких-то кризисных ситуациях, то он может оказаться к ним не готов. Ну, то есть открыть дверь кому-то, кто позвонил, и не спросить. И это риск для его жизни. С другой стороны, если вы переборщите с такой вот заботой, и живо, и в подробностях нарисуете страшные картины проникновения в вашу квартиру незнакомых лиц, пока вас не будет, ну, некоторые родители умудряются с подробностями о том, что они могут с ребёнком сделать, куда вытащить и так далее, то он напугается и будет отказываться оставаться дома один. Что совершенно естественно в этих условиях, потому что, ну, глупо тогда оставаться одному, если тут на него собираются покушаться. Вот. И тут определённо нужна серединка. То, что сейчас делают хорошо в педагогических образовательных учреждениях, в садах и в школах есть такой предмет, как ОБЖ, и в детских садах, ну, что-то про окружающий мир там учат, что если пожар, то нужно выйти первым делом, спасти себя. Если стучат дверь, то не надо открывать, что всем подряд на улице не нужно сообщать свой номер квартиры и адрес, а также место, где деньги лежат. Но, в общем, такая информационная часть есть. Я бы предложила тут родителям следующее, какие-то базовые вещи просто требовать от ребёнка, когда вы уходите. Но я понимаю, что вы не можете быть уверены, что он не откроет дверь кому-то, кто позвонит. Просто потому, что у вас нету рядом. Ну, может прийти в голову и по-другому. Ну, вы можете опираться на свой опыт общения со своим ребёнком, на то, что вы о нём знаете. Если вы знаете непослушный, ну, думайте, оставлять ли его дома одного. И там, какая у вас криминогенная обстановка в районе. Какой риск того, что кто-то там войдёт. Или какой риск того, что он включит газ в квартире. Или какой риск того, что он решит что-нибудь погладить или поджечь спички. Ну, дети разные. Если послушный ребёнок, ну, с некоторой уверенностью вы можете оставлять и знать, что он выполнит ваши рекомендации. Спасибо, Мария, за очень полезные советы. Надеюсь, они помогут нашим телезрителям. А вы, уважаемые мамы и папы, присылайте, пожалуйста, свои вопросы, которые касаются воспитания детей. И в следующей программе именно с вашими вопросами я отправлюсь к специалисту. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok